Доброго времени суток, уважаемые зрители, вы снова на канале Астроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Три теста при выпадении волос. Надо узнать причины медленного облысения. Волосы – один из самых роскошных аксессуаров, щедро подаренных природой женщине, поэтому становится так неприятно, когда волосы начинают выпадать. Вот тесты, которые помогают установить причину выпадения. Анализ крови на уровень тиреотропного гормона. Это гормон, контролирующий работу щитовидной железы. Слишком высокий уровень снижает функции щитовидной железы, как результат – выпадают волосы. Анализ крови на уровень андрогенов. Переизбыток мужских половых гормонов в организме женщины также приводит к выпадению волос. Анализ крови на концентрацию железа. Железо участвует в формировании гемоглобина, который снабжает кислородом органы и ткани. Его дефицит негативно сказывается на росте волос. Еще одной причиной выпадения волос может быть стресс. Адреналин вызывает спазм сосудов, которые питают волосяную луковицу, что преграждает к ней доступ к крови. Тут совет один – меньше нервничать. Норма выпадения волос у женщин от 50 до 150 волосков в день, в зависимости от фазы роста. Если после этого расчесывания на расческе остается больше 15 волосков, есть повод для беспокойства. В прямом смысле пересчитай выпавшие волосы и осмотри их луковицы. Если они светлые, значит идет природное обновление волосяного покрова. Если потускневшие и усохшие, есть проблемы. Причины выпадения волос у женщин могут быть разными. Чтобы узнать о них, первым делом сдай три анализа, упомянутые выше. Если они будут плохими, исправляй ситуацию изнутри и налаживай либо гормональный баланс, либо обмен микроэлементов. Можно также обратиться к трихологу, однако следует понимать, что трихологи не устраняют причины, работают с последствиями. Но и они могут провести восстанавливающую структуру волос процедуры и назначить курс витаминов, необходимых для их роста. Пытаться лечить волосы без полноценной диагностики причин их выпадения, значит соглашаться на риск потерять и время, и деньги. В таком случае выпадение волос на голове может стать нерешаемой проблемой. Но поддержать рост волос в домашних условиях все-таки можно, например, применяя косметические средства на основе экстрактов крапивы, лопуха, улучшающие питание и стимулирующие кровоснабжение в зоне роста волосяного покрова. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!